— Это правда, что вы лично вот этими большими кулаками били на персочников? — Ну, нет. Почему? Представьте себе, у меня были эпизоды, когда я действительно во время задержания, ну, мне так казалось, эпизод из моей практики. — Лейтенантик, работая в областном управлении, инспектором областного управления, был срочно отправлен в командировку, в райцентр. — Гостиница, ну, что там за гостиница двухэтажная, ночь, я уже засыпаю, пистолет, как всегда, у меня рядом. — Под подушкой? — Ну, под подушкой опасно иногда бывало, забыть можно, имейте в виду. — Нет, тогда не надо было прятать под подушку, просто всегда, чтобы не забыть, и где-то рядом, чтобы ты мог все время быть ответственным с ним. Такой преступности не было, чтобы были налеты. И вдруг я слышу, была весна, вдруг слышу на площадке, фонари тогда светили, прямо под фонарями, группа подпивших на женщину. Она кричит, помогите, отдайте, и вижу они у нее, вижу в окно, они у нее сумку выдергивают, пьяные, молодые, ну, где-то до 20 лет. Можете представить себе мое состояние? Во-первых, я герой, я и сейчас-то никому не уступлю, ну, по крайней мере, не захочу уступить. А тогда, в 25-27-летнем возрасте, я выскочил с этого второго этажа. — С пистолетом? — Нет, в том-то и дело. Пистолет оставил. Вот это, представляете, как? — Нехорошо. — Нехорошо. Хотя дверь закрывалась, я вылетел. Реакция. Я влетел, и сразу моментально реакция. Так, мне не себя, а ее. Как? Их много. Если кто-то сзади или шернет, обычно в таких сутолках кто-то эксцесс-исполнителя называется, он не сообщает никому, у него это произвольно происходит, и он лично сам принимает решения, а в толпе очень тяжело. Мне надо было определить лидера, определить опасного. Я тесняю ее, ставлю за своей спиной и с ними начинаю по одному разбираться. Разобрался быстренько. Одному ручку за спину хруст, слышу, связочки поползли. Думаю, все, он уже не работоспособный. Второй, третий, четвертый. И так они приостыли. Приостыли, потому что увидели. Здоровый. Но я был выше их. А потом я так легко, хорошо расправлялся. Ну, как мне казалось. Быстенько подскочила машина. Видно, вызвали, сообщили, потому что это на площади было. И этих человек 15. Среди них было пару девчонок. Подостывших. Человек 15 подостывших, пришедших в себя. Мы их быстренько упаковали. Я гордый, гордый, представляете, прихожу. Начальник милиции появился. Ну, я же все-таки как-никак, но я начальствующий, я хоть и лейтенантик. И думаю, ну, теперь приказ 100%. Майор. Похвалят. Теперь майор. Ну, вряд ли за такие вещи не давали. Ну, по крайней мере, похвалят. Нам это нравилось. И вы знаете, когда вдруг помрачневший выходит из дежурной части начальник и говорит, вы знаете, ну, он меня даже, может, на «ты» называл. Ты знаешь, Валерий, тут маленький казус. Я говорю, что такое? Ну, рука что-то сломал. Он говорит, да нет, там связочка. Вот. Более того, от них ничего. Все нормально. Захожу. Они в камере практически все. Ну, они с такими возрастами. Дяденька, простите. Мы же не знали, что вы вон кто. То есть они все просили прощения. И у меня к ним претензий не было. Ну, победитель. Я не умею стоять коленом на груди. Он говорит, нет, от потерпевшей. Я подхожу к потерпевшей. Она мне смотрит в лицо и говорит, это вы герой? Вы бессовестный человек. Я вас что, просил именно это делать? Что вы делали с детьми? Вы посмотрели бы на себя со стороны. Можете представить, Дмитрий? Я был в шоке. Поэтому я раз и навсегда запомнил, что никогда не включай силу, а держи как сухарик в пустыне, как надежду. Но не ешь его, пока не пройдешь всю пустыню. Так же и здесь. Силу, которая есть у тебя, особенно оружие, держи до последнего. Никогда не используй.